Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Будущее города и наше будущее. Всего пять дней остается до окончания рейтинга в онлайн-голосовании по благоустройству общественных территорий. Сделайте, наконец, свой выбор. Я помню его утреннее приветствие. Ипчаджико, дым же Сазар-Черкес. В 85 лет исполнилось известному радиожурналисту Хасину Братову. Любители сильной тряски, обрывов, езды по горам в воде и грязи, Карачаево-Черкесии джиперы юга страны соревновались в мастерстве по преодолению бездорожья на время. К нам из Санкт-Петербурга даже приехали цирковые голуби. Только птицы и никаких животных. Вот такой необычный цирк, который набирает все большую популярность у зоозащитников. В республике продолжается рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественного пространства для благоустройства. Сделать выбор за свое любимое место отдыха можно до 30 мая. Каждый, кому исполнилось 14 лет, может проголосовать на единой платформе за городсреда.ру или обратиться к волонтерам. Масштабная работа по выбору общественных территорий проводится в трех городах Карачаева-Черкесии. Как и в каких населенных пунктах проходит голосование и о важности проекта расскажет Альбина Ламкова. Онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий началось 26 апреля. Около 20 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Но все же еще большую активность необходимо проявить. Осталось совсем мало времени. Для этого нужно самостоятельно зайти на портал голосования на единой платформе за городсреда.ру. До 30 мая голоса будут приниматься в круглосуточном режиме на площадке онлайн на платформе Минстроя России и Анну Диалог Регионы. По городу Черкесску мы выбираем дизайн-проект нашего сквера, центрального парка. И выбираем одну из двух территорий, одна из которых в районе Рица расположена, а вторая в районе Покровской церкви. В городе Усть-Джигута выбираем между двумя общественными территориями. Одна из них находится на улице Первомайская, другая на Балахонова. И по городу Карачаевску мы выбираем дизайн-проект аллеек по улице Мира. Эта аллея благоустраивается в несколько очередей и очередной этап на 2022 год выставлен на общественное мнение. И выберется также тот дизайн-проект, который больше приглянется нашим жителям. Те, кто самостоятельно не может проголосовать для принятия важных решений, окажут помощь волонтеры. Они ознакомят с необходимой информацией. Если объект будет вами выбран, то они помогут завершить заключительный шаг. Некоторые боятся все-таки давать свой номер и инициалы свои. Но большинство, наоборот, хочет, чтобы наш город улучшился. И все, вроде бы они все нормально, положительно реагируют. Волонтеры комфортной городской среды регулярно дежурят в общественных местах. Население относится к ним позитивно и с большим удовольствием принимает участие в голосовании. В Инстаграм я видел, что этот парк будет преображать. То, что я видел там на картинках Рашида Борисовича, было очень красиво. Я прямо прокомментировал. Вы будете голосовать? Конечно, конечно, да. Прекрасный проект и прекрасная возможность у жителей выразить свое мнение. Никто сегодня не сможет благоустроить ту территорию, которая бы не набрала наибольшее количество голосов. Действительно, жителям нашей республики представляется хорошая возможность проголосовать за благоустройство общественных территорий. И важно понять каждому, что будущее города и наше будущее. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 369 человек. Из них 20 008 выздоровели. 122 человека госпитализированы. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево, Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. В отдельных районах сильный. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12. В горах до плюс 6. Днем 16-21. И в горах местами 10-15. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11. Днем 17-19 градусов тепла. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошло юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию радиожурналиста, отличника радиотелевидения, заслуженного журналиста Карачева-Черкесии, ученого-фольклориста, кандидата филологических наук Хасина Братова. На чествование юбиляра побывала и наша съемочная группа, рассказывает Мурад Женкёзов. Хасин Братов более 40 лет проработал диктором радио Карачаева-Черкесии. Вот что писал о нем журналист Михаил Накохов. Он не просто читал текст, а вживался в него, пропуская через себя ротное слово, обогащая его своим редчайшим по тембру и колориту, всегда растекавшимся по эфиру с щедрым добрым голосом, спутать который с чьим-либо другим было просто невозможно. Именно по этому уникальному голосу Хасина Сагидовича стали узнавать далеко за пределами республики, обращаясь к нему с особым почтением и уважением. Мы общались, я общался с теми людьми, с теми детьми, с черкесскими детьми, которые из других стран учились у нас в Москве. И они рассказывали, как с большим удовольствием они ловили эфир, и, находясь вдали от исторической родины, они получали вот это удовольствие слушать черкесский язык и получать информацию. Коллеги, друзья и почитатели таланта называют Хасина Братова истинным патриотом своей малой родины и своего народа, всей душой болеющей за его светлое будущее. Будучи совсем еще маленьким мальчишкой, я помню его утреннее приветствие, и его слова, его умение говорить, его огромная лексика, огромный жизненный опыт. Я считаю, что он один из апостолов, в хорошем смысле этого слова, черкесской литературы, фольклора. Человек, который посвятил всю свою сознательную жизнь своему народу, изучению его традиций, обычаев, фольклора, языку. Одновременно с профессиональной деятельностью Хасин Братов занялся научными изысканиями. Большую часть русско-кабардино-черкесского словаря выполнил и перевел именно Хасин Сагидович. А монография «Символика огня и меча» в адыгском фольклоре стала для многих настольной книгой. Еще одна страсть Братова – биология. Он выпустил большой фундаментальный труд фауны в лексике черкеса в двух томах. Книгу «Мир птиц», где собраны все наименования и названия пернаток на черкесском языке, и такую же книгу «Мир животных». Заслуги юбиляра по достоинству оценены на государственном уровне. Отличник радио и телевидения СССР, заслуженный журналист и много других, еще званий и наград, продолжает украшать его послужной список. И как его все называют, черкесский левитан, его голос, когда все узнавали. И самое лучшее еще признание – это когда твой народ тебя признает. И в связи с этим от Международной Черкесской Ассоциации высшую награду мы хотим передать Хасин Сагидовичу. В этот день самыми теплыми и красивыми пожеланиями юбиляра поздравили представители органов госвласти, друзья и коллеги. Также для Хасина Братова звучали стихи и песни на родном языке. Мурат Чанкезов, Марина Кушпова, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия приняла второй этап седьмого открытого Кубка СКФО по трофи-спринту. В течение двух дней лучшие джиперы северокавказского и южного федеральных округов соревновались в мастерстве по преодолению бездорожья на время. Ахмат Халкевич продолжит. В соревнованиях, кроме команд со всех регионов Северокавказского федерального округа, принимают участие еще и представители Ростовской и Астраханской областей, а также Краснодарского края. Со стартом все округу заполняет оглушительный рёв моторов. Неваль непосредственных участников и группы их поддержки охватывает мощный спортивный азарт. Есть тяжелые препятствия, есть водные препятствия, есть рельеф. В общем, мы постарались очень разнообразную трассу написать. Я думаю, что и надеюсь, участникам понравится. На трехах есть как скоростные участки, так и участки с естественными препятствиями. На промежутках, где дороги самой нет, ну а трех продолжается, пилотом, помимо внедорожных качеств своих болидов, необходимо проявить и собственную выдержку, смекалку, а порой и решительность. На втором круге, в первых заездах, у участника из Северной Осетии, может не выдержав накала страсти, вупало переднее ветровое стекло. А еще через два круга у него вовсе слетела резина на заднем колесе. Тем не менее, пилот не остановился и проехал свой маршрут до конца, где-то даже умудряясь обогнать машины, у которых все четыре колеса на месте. Невистый только так ездит. Не боролит! А какие результаты? А я не знаю еще. Кубок СКФО в статусе официальных соревнований в этом году проводится уже шестой раз. Первые три сезона в командных зачетах Джапир и Карачаева-Черкесии прочно удерживали позицию победителей состязаний. К слову, один из самых титулованных участников этих состязаний, пилот нашей команды Роберт Богатырев, является двукратным обладателем кубков ИФО и СКФО. Он стоял у истоков. Трофий-спринт движения у нас. У нас всего шесть машин, но записали пять сильнейших. Надеемся. Аллаха отца выиграем. Потенциал те, которые готовы рвать и побеждать. Результаты итогов второго этапа подтвердили прогнозы капитана нашей команды Ахмата Барлакова и пилота Роберта Богатырева. В пяти из семи категорий первые места взяли наши джиперы. На втором месте командного зачета клуб из Северной Осетии «Владикавказ» 4 на 4. Ну а замыкает тройку лидеров команда Чеченской республики «Ахмад» 4 на 4. Ахмад Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В столицу Карачаева, Черкесия приехал необычный цирк без животных. А это интересно. Руслан Корпмазов сходил, посмотрел, и вот его впечатление. Лед и пламя из Санкт-Петербурга. Это не просто цирк. Это настоящий спектакль в цирке. На льду даже участники чемпионатов мира по фигурному катанию. Пока фигуристы готовятся к новому выходу на лед, клоун Шурик в валенках делится своим настроением. Настроение у Шурика всегда отличное, потому что у него есть секретный рецепт. Если ты занимаешься любимым делом, то ты в любом настроении выйдешь и сделаешь это. Далее на лед выходят пингвины. Но так как цирк без животных, фигуристы максимально правдоподобно изображают обитателей Антарктиды. Человекоподобным пингвинам верят самые искренние зрители. Мне понравился клоун Шурик и понравились еще пингвины-жонглеры. Которые на льду катаются? Да. А ты могла себе представить, что пингвины катаются на льду? Ну да. Ты видела такое в жизни? Нет. У тебя такие фантазии были? Да. Цирк без животных – это новая ступень развития нашего общества. И мы пришли к этому не без помощи зоозащитников. Апала Жарукунасерца, скажите, пожалуйста, вот отсутствие животных экономически сказалось на циркачах? Отток зрителей есть? Отток зрителей есть, но незначительный. Наоборот, мы получили как и плюс, и минус. Те, кто раньше не ходили в цирк из-за того, что там животные, стали приходить в цирк, потому что узнали, что наш цирк без животных. И с другой стороны, те, кто привык к животным в цирке, те отказались от покупки билетов к нам. И все же на льду появляются не только люди. К нам из Санкт-Петербурга даже приехали цирковые голуби. И вот сегодня они пока что очень интересное шоу на льду. Птицы – это не животные, поэтому их участие в спектакле согласовано с зоозащитниками. Артисты маленькие. А бывают, что они капризничают и какие-нибудь улетают во время шоу? Бывают. И говорят, до свидания. Бывают, но они летят на свою стойку. А потом вы оттуда забираете? Да, да, да. Подъезжаю и элегантно их забираю. Чтобы удивить зрителей, артисты работают даже без страховки. Под куполом со страховкой только юные акробаты. На сцене профессионалы международного уровня. Такого высокого уровня, как французский цирк Дю Солей. В Карачаво-Черкесию привезли и огненное шоу, чтобы у льда была пламя. И этому шоу аплодировали даже искушенные зрители в Германии. Два часа великолепного шоу. Хочется вновь это увидеть. Руслан Куркмазов, Руслан Харченко. Вести Карачаво-Черкесия. Таким был вторник Карачаво-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Несмотря ни на что». Приятного просмотра и ждите везде. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...